Привет всем, с вами Орец Кровец и самые обсуждаемые новости. Это неделя новостного портала Блокнот Волгодонска. Подземный переход на проспекте Строители нуждается в ремонте. Волгодонцы снова обратились в редакцию газеты Блокнота, чтобы обратить внимание властей на подземный переход на проспекте Строители. Мусор как был, так и остался, но еще добавилось обваливание плитки. Люди сетуют на то, что никто не обращает внимания на один из главных переходов в городе, и как он был грязным, так он и будет пожизненно грязным. Но не будем забывать о том, что эту грязь разводят люди, и плитка обваливается от того, что пьяная молодежь бьет об нее бутылки. И чтобы сохранять имущество города, нужно начать в первую очередь с себя. В Волгодонске открылся онкологический центр. 23 марта в Волгодонске состоялось поистине историческое для городской медицины событие. Открылся онкологический амбулаторный центр. Онкологический центр находится на территории городской больницы номер 1. Центр будет направлен на прием граждан из Волгодонска, Волгодонского, Цемлянского, Дубовского, Ремонтинского и других районов. Это замечательно. Не нужно будет ехать в большие города, чтобы заняться лечением онкологических заболеваний. Либо предупредить это заболевание, либо сдавать какие-то анализы, которые сдаются только в Ростове, в Москве и так далее и тому подобное. Также центр будет расширяться и в 2020 году уже направлены мероприятия на увеличение этого центра. Это реально хорошее событие. На фоне пандемии коронавируса хоть какая-то хорошая новость. Бизнесмены стали помогать Волгодонску в реконструкции бульвара Великой Победы. К празднованию Дня Победы к 9 мая решили реконструировать целиком и полностью бульвар Великой Победы. Вплоть до замены асфальтового покрытия на плитку. Но, как всегда, планы масштабные, а бюджет мизерный. Выделили деньги Волгодонск, также Ростовская атомная станция и также еще помог деньгами предприниматель Кирилл Боровлев. И все. Больше помогать никто не стал. Бульвар Великой Победы не может подсетовать на отсутствие бизнесменов, либо каких-то крупных предприятий, которые просто могли помочь Волгодонску реконструировать по единственной знаковой бульвар. Тем более, в День Победы, мне кажется, было более чем актуально. Мнения комментаторов разделились. Кто-то считает, что бизнесмены не обязаны помогать Волгодонску, ну а кто-то считает, если на строительство церкви есть деньги, почему не помочь в реконструкции бульвара Великой Победы. А как считаете вы? Оставьте свой комментарий ниже. Не видели его никогда. Волгодонцы посоветовали депутату Ковалевскому чаще общаться с народом. Георгий Ковалевский является уже второй год депутатом 4 округа. Но, как утверждают жители этого округа, они не знают, как зовут их депутата, и в принципе не видели его никогда. Проблем очень много в этом округе и заброшенные здания, и ямы, и раздолбанные дороги, и постоянная грязь. Поэтому люди просят настоятельно обратить внимание своего депутата на те проблемы, которые там происходят. Следующая неделя для волгодонцев станет выходной. 25 марта после обращения президента Российской Федерации к гражданам стало известно о том, что с 28 марта по 5 апреля в стране будет выходная неделя. Это связано с предотвращением распространения коронавируса. Будут ли волгодонцы придерживаться карантина, либо будут относиться к этому наплевательски, это зависит от граждан. Но не просто так вводится этот режим, следовательно, нужно прислушаться к президенту нашей страны. ОМОН накрыл ночной клуб Рай в Волгодонске. Ночью, 21 марта, состоялся рейд в ночном клубе Рай. В нем принимали участие ОМОН, АБЭП, Госнаркоконтроль и другие правоохранительные службы. Было это связано с тем, что поступила информация, что в ночном клубе Рай распространяются наркотические вещества. По словам свидетелей, были прям боевики в стиле РЕН-ТВ, НТВ и других телеканалов. Всем лицом вниз. Девушек, правда, отпустили чуть-чуть пораньше. Молодые люди на полу на холодном пролежали по три часа. Как заявила администрация этого заведения, сейчас они закрылись на реконструкцию, чтобы урегулировать многие моменты и чтобы люди дальше смогли там спокойно отдыхать. Нашли ли то, что искали правоохранительные органы, мы пока не знаем, но мы будем следить за этой историей и держать вас в курсе. Это были самые обсуждаемые новости этой недели новостного портала «Блокнот Волгодонска». Еще больше новостей на сайте и в социальных сетях.